Владикавказский теренкур Пиво особой варки – густое пиво, в котором выварены курдюки или мясо. Это пиво называли алутун. В астинской традиционной культуре существовало три вида пива. Это первый вид багана, второй вид каматак и третий вид алутун. Как упоминается у Вилена Уарзиати, особой престижностью в традиционном быту выделялся сорт высококачественного пива алутун. Такой вид пива багана, то есть алутун, он обладал высокой степенью насыщаемости, то есть человек очень долго не чувствовал голода. Опрос среди горожан администрация Владикавказа проводила в течение двух месяцев. Жители столицы республики предлагали название для новой парковой зоны. Было лишь одно обязательное условие – название должно быть на осетинском языке. В результате именно это и стало камнем преткновения. Своевольная трактовка осетинского слова «алутун» поставила самих организаторов в крайне неприятное положение. Мы долго дискутировали по этому поводу и сошлись на том, что, естественно, нет прямого перевода у слова «алутун» как «волшебство». Это совершенно правильно. Но вопрос заключается в том, что мы используем здесь у этого слова его свойства, его качества как целебные. То есть, если смотреть на нартовские апосты, то оттуда информация какая? Что «алутун» – это была чудотворная еда либо напиток, который исцелял человека, который даже воскрешал мертвых. И вот если мы обратимся к слову «теренкур», который состоит из двух слов – французского «терейн» и «кур» немецкого, которые означают место, где происходит лечение, лечебное место, то вот как раз таки мы и соединили лечебные свойства, целебные свойства слова «алутун» и самого слова «теренкур». Недовольство общественности привело к тому, что администрация Владикавказа продлила конкурс еще на неделю. Горожане могут прислать свои заявки на электронный адрес ams.vladikavkaz.gmail.com. При этом в мэрии отмечают, если за неделю не будет предложено вариантов лучше, чем «алутун», название меняться не будет. А вот понравится ли такое имя для «теренкура» горожанам – другой вопрос. Можете сказать, что такое «алутун»? Я не знаю. Нет, к сожалению, я не знаю, что такое. Извините, не знаю. От «теренкура» и «алута» для меня вообще ничего не говорит. «Алутун»? А, это на «синском»? Да. Я пытаться не имею. Может, это? Нет, нет. «Алутон»? Пиво так называется. О, я не знаю. «Алутун»? Это пиво есть «алутун», по-моему. «Алутон»? «Алутон» я знаю, только домашнее пиво продают. И в связи с этим я был бы против называть «теренкур» таким названием. Нет. Как не знаешь? А я не знаю. Это напиток древний, аланский напиток бодрости и, значит, крепости духа, силы. Это напиток богатырей «Алутона». «Синское пиво», да. Варилось долго, с мясом и гненкой когда-то «Алутон» назвалось. Как вы относитесь к тому, что вот таким названием и предложить название для парка сегодня? Ну, моё мнение тоже мало что влияет, но так, не знаю. Мы назвали бы в честь какого-нибудь нарвского героя, а не в честь пива уже. «Алутон», я помню, напиток был такой, вроде бы у осетин. И, насколько мне помнится, что его придумала с «Шатана», и то, что его по праздникам распевали. И, наверное, это как-то значимо, смотря что буду делать на «Теренкуре». «Теренкур» вообще – это тропа здоровья, но, не знаю, честно я, а «Алута» не так много. А если это не такой крепкий напиток, то почему бы и не назвать? «Алутон». «Забахчил, ахам нождь. Алутон». «Ахам пил». «Вот. Алутон». «Ну и мана». «Алутон». 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 «Алутон».